Итоги года Добрый день, в Кирове 11.05, у микрофона Ольга Балезина. Мы сегодня в прямом эфире работаем с головой города Кирова Еленой Ковалевой. Здравствуйте. Добрый день. Подводим итоги года, говорим о планах на будущее. Но начать хотелось бы с события, которое вчера, конечно, казалось не тяжелой новостью. Известие о кончине спикера ЗАГС Собрания Владимира Гаврила Щебакина. Вы, я знаю, с ним много лет работали. Сама помню ваше выступление в качестве главы департамента и министерства финансов на комитете по бюджету, которым он руководил. Потеря, конечно. Ну, вы правы, новость потрясла всех. И буквально 15-го я еще с Владимиром говорила, чем обсуждала и перспективные вопросы наши во взаимодействии и городской думы, и областного законодательного собрания. И никто не предполагал, что вот уже 25-го числа его не станет. Поэтому, конечно, выражаю соболезнования всем родным, близким. Но для нас это тоже большая утрата. Человек опытный, человек знающий. И вот всегда можно было на Владимира Гавриловича положиться, даже посоветоваться в каких-то сложных делах. Чувствовался в нем, знаете, такой стержень. Стержень. Поэтому очень жаль, очень жаль. И это действительно утрата для всего города, я считаю. А буквально днем ранее не стало еще Николая Горяева, почетного гражданина. Вы знаете, вот это 24-го не стало Николая Николаевича Горяева, 25-го не стало Владимира Гавриловича. Действительно какая-то череда, на мой взгляд, страшных событий. И они невосполнимы. Потому что и Николай Николаевич, вот это инициатор, воодушевитель, золотой фонд «Вятки». И на нем держались многие городские проекты, начинания. Вы знаете, несмотря на свой возраст, человек настолько активный, настолько всегда заряжен был новыми идеями. При этом он никогда не думал о себе. Он всегда озаботился о других. Вот даже те же выпуски книг о почетных гражданах. Ведь Николай Николаевич был, можно сказать, и мозговым таким вот ядром. И, в свое родо, придавал движение. Не всегда просто там удавалось и средства собрать, и материалы собрать. И я считаю, что вот благодаря ему мы проделали большой путь. И думаю, что в следующем году вот книга о почетном гражданине города должна быть о Николае Николаевича Горяева. Ну, будем надеяться, что счет потерям в следующем году прекратится. Очень хочется, чтобы это все прекратилось, потому что действительно мы все уже и морально, наверное, устали. А когда вот еще такие потери, и это ведь не единственные потери, и, конечно, мы, так сказать, и морально, и материально тут в этом смысле там несем потери. Да, да. Ну, не единственная, конечно, действительно вот пандемия, хотя, наверное, важная, да, определяющая во многом была вещь в течение этого года. Да, вот если говорить о городских делах, о том, чем занималась и Дума, и депутаты, и не только на уровне города, это вот были такие важные стратегические документы, которые приняты, работа шла очень долго, и стратегии 2035 для города, и генплан, не знаю, тяжело согласовывавшийся, но в итоге всеми приняты, одобрены уже практически без каких-то там вопросов и замечаний. Вот давайте о них поговорим, куда мы вперед смотрим, что будет дальше с этими документами, как мы будем жить. Действительно, город в этом году принял два серьезных комплексных документов, которые направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие города и, в первую очередь, хотелось бы сказать о стратегии, потому что это целый комплекс мероприятий, которые направлены на достижение поставленной цели. Сейчас наша задача основная – сформировать на уровне муниципалитета пакет проектов по каждому из приоритетных направлений, и эта работа уже началась. Вот на этой неделе мы провели такой, я бы даже сказала, московой штурм, обсудили, провели четыре заседания Координационного совета при главе города и обсудили как раз направления, такие приоритетные, которые заложены были в основу стратегии. Я напомню, у нас одно из приоритетных направлений – это Киров, город вдохновленных людей. Второе направление – это Киров, город комфортной среды. Дальше – это город открытой власти, город с известным брендом и город с развитым инвестиционным потенциалом. Поэтому мы не только с руководителями департамента управления сейчас обсуждали этот вопрос, но и я очень благодарна экспертам, которые на стадии подготовки стратегии активно принимали участие в ее разработке и сейчас высказывают и участвуют непосредственно в том, что предложения свои вносят. Действительно, нам предстоит сделать очень много, и первый этап – это по 2024 год. Мы для себя определили, что сформируем составы таких проектных групп, куда войдут в том числе и общественники, активные горожане, эксперты. Ну и на первый квартал мы определили дату, мы должны подготовить, разработать паспорта и графики как раз тех реализаций планов, которые на первый этап мы определили. Главное здесь, наверное, в планировании не погрязнуть, а начать уже что-то делать. Вот какие-то реальные шаги, ну наверняка там есть уже что-то, что происходит сейчас. Конечно, это же целый комплекс мероприятий. Какие-то ведь инструменты мы и сейчас используем. Это и федеральные, и национальные проекты, муниципальные, региональные программы, то есть как непосредственно инструментарий для реализации достижения намеченных целей. Но, тем не менее, мы сейчас хотим вот все, что есть, и может быть даже, скажем, то, что сейчас не реализуется, но мы видим, что как бы есть необходимость. Не всегда ведь это связано с финансированием. Многие, ну пусть не многие, но есть вопросы, которые чисто организационно можно решить. можно решить как раз путем объединения всех бизнеса, власти, общественности, потому что ведь стратегия, она ведь не администрация города Кирова, это стратегия всего нашего города. И мы каждый заинтересован в том, чтобы действительно мы достигли тех показателей, которые мы для себя определили. Вот, конечно, горизонт такой большой, достаточно, 35-й год. Но я думаю, что если мы так вот, как сейчас, действительно, серьезно будем подходить к ее реализации, то у нас все получится. Ну вот действительно, мне понравилась мысль, что это не стратегия, не администрация города Кирова. Да, наверное, было бы хорошо, чтобы людям, вот как, например, есть доступный бюджет во многом, наверное, тоже благодаря вам существующий. Бюджет для граждан. Да, бюджет для граждан. В очень понятной форме там все можно посмотреть, из чего состоят наши финансы. Может быть, сделать то же самое со стратегией, чтобы это была стратегия для граждан. Ну, чтобы не только проектные группы занимались этим, но и было понятно всем, на каком этапе мы сейчас находимся. И, наверное, знаете, вот важно, что это степень вовлеченности каждого. И когда человек вовлечен в какой-то процесс, он и ответственен. Поэтому мы все заинтересованы в одном, чтобы город наш развивался, двигался вперед. И, конечно же, мы постараемся продумать вот все возможные пути, как можно больше, чтобы люди знали о стратегии. Не как просто о документе, состоящем там из тысячи страниц, а именно как о живом организме, в котором мы все принимаем участие. Да, вот работали вы на этой неделе с направлением город, с развитым инвестиционным потенциалом. Вы знаете, мы все направления приоритетные прошли, и у нас по каждому приоритетному направлению есть такие мини-проекты. Мы их все обсудили, и я вот еще раз скажу, я очень благодарна экспертам, которые нашли время, и мы каждый день по 2-3 часа вот это оттачивали, и они сами сказали, что, знаете, как говорят, порой прозаседали, ничего не наработали. Но это уже вот мнение там не со стороны администрации, а именно со стороны экспертов, что это было очень полезно, и, знаете, обоюдно выгодно обменяться вот какими-то мнениями, потому что, к сожалению, мы не всегда даже знаем, скажем, что сейчас есть, да, то есть, ну, наверное, в том числе, я думаю, это недоработка и администрации города, что не все доносится до населения города. Вот, да, как раз к вопросу об неосведомленности, это, наверное, вообще глобальная такая проблема, потому что вот к нам регулярно тут приходят по вопросам бизнеса, и выясняется, что бизнес, который работает там в городе Кирове, вообще, ну, плохо знает, что есть меры поддержки от государства, что можно бесплатно получать какие-то там вещи. Они, и все это вроде бы и даже есть где-то на сайтах опубликовано, но все равно вот, ну, люди узнают, благодаря сарафанному радио, видимо, все-таки надо как-то менять. Коммуникацию, да, нужно усиливать, и вот одно из направлений, как раз у нас город открытой власти, мы вот тоже очень подробно обсуждали. Звучит, конечно. Да, вопрос именно взаимодействия и обмена мнениями с горожанами. Да, вот другой проект, Генплан, 2040 год, там прям уже есть какие-то конкретные вещи. Не обязательно, видимо, к полноценному, к стопроцентному исполнению документ, но вот то, что вы видите там реальным, первостепенным, можете назвать? Ну, в первую очередь хотела бы сказать, что в период корректировки, мы ведь и сегодня как бы жили в рамках генерального плана, который заканчивает свое действие в этом году. Не замерший никогда документ. Да, он выносилось ежегодно по несколько изменений, и, конечно же, всегда возникал вопрос, в том числе и у депутатов, почему так происходит, и либо он некачественно был разработан, либо все-таки горизонт планирования не позволяет учесть все в перспективе. Но вот в этот раз, знаете, мне, наверное, что понравилось, понравилось, что вот публичные слушания, которые проходили, они стали таким хорошим индикатором того, что хотят видеть кировчане, и помогли, наверное, даже расставить приоритеты в нашей дальнейшей работе. Я хотела бы сказать, что вот по проекту у нас поступило 114 предложений, это от физических лиц и 37 от юридических. Достаточно большой пул предложений. И хотелось бы отметить, наверное, таких, одних из самых активных участников обсуждения, это Кировское отделение фонда содействия развития городов, городские проекты. Так вот, как раз от них те предложения, которые поступили, были многие признаны целесообразными, ну, назову такие, для примера, это реконструкция муниципального пляжа, создание озелененной территории водовьемов в микрорайоне Чистой пруды, где предполагалась жилая застройка, установление зоны общественно-деловой застройки в районе Мелькомбинатского проезда, даже говорили о реновации ветхой жилой застройки под многоэтажную микрорайон Ленгасова, ну, и, в общем-то, много-много. Конечно, не все предложения учтены, но, тем не менее, хотелось сказать, вот 33 включены уже в новый генеральный план. А они достаточно в хорошем виде, в проработанном поступают к вам, либо это просто вот, ну, реконструкция муниципального пляжа, пожалуйста? Ну, конечно же, по-разному, по-разному. Сначала, пока это в форме предложений, все равно предполагают... Ведь генеральный план – это, скажем, возможность для развития города, правильно? То есть, наверное, неплохо то, что они одновременно готовились вместе со стратегией. Стратегия социально-экономического развития, по сути, она основывается на возможности, которые нам предполагает генеральный план. В то же время генеральный план дает нам возможность реализации вот такой стратегии. Два, я считаю, очень важных документа. И еще раз вот подчеркну, что поскольку они шли одновременно в разработке, и несмотря на то, что разработчики были разные, но они между собой взаимодействовали, и там нет никаких противоречивых данных. Ну, вот это, наверное, неплохо. Ну, говоря, наверное, тоже о генеральном плане, надо сказать, что он тоже разделен на этапы. Первый этап предполагается до 2025 года. Поэтому есть уже конкретные, так скажем, сегодня шаги по использованию и возможностей генерального плана, и по реализации. Какие, например? Ну, например, можно сказать, что планируется, например, в первом этапе реализация генерального плана развития территории рядом с поселкой Ганино. Это у нас под застройку с среднеэтажными жилыми домами. Южнее микроэнночистые пруды и слободы-соломенцы под смешанную застройку. При этом важно отметить, что будет соблюдаться принцип комплексности. То есть одновременно с застройкой жилыми домами будут появляться объекты социального назначения, культурно-бытового обслуживания. И потому что вот прежде как бы застройка шла, действительно люди вполне заслуженно претензии предъявляли в том, что жилье строилось, а социальная сфера как бы не была предусмотрена. Поэтому вот сейчас мы подходим к тому, что как раз должен и будет применяться принцип комплексности. Ну, конечно же, будем продолжать участие в нацпроектах. Это и по безопасным и качественным дорогам, и жилье, и городская среда. Но вот по БКД, например, мы уже планируем строительство этой улицы Сурикова. Тоже достаточно такая затянувшаяся история. От улицы Некрасова до улицы Комсомольской. Далее строительство улицы Солнечной от улицы Воровского до улицы Производственной. Автомобильной дороги по улице Зеленина и улице 8 Марта в микрорайоне Долгушина. Кроме того, у нас уже есть наработки, и мы с 2021 года вновь в рамках проекта «Жилье и городская среда» продолжим строительство объектов. Например, улица Анжелия Михеева от улицы уже Энтузиастов до Слободы Урванцева, улица Капитана Дорофеева, улица Попова была сделана. Но вот сейчас в планах от разворотного круга до Слободы Леваши. При этом строительство будет вместе с ливневой канализацией, вместе с очистными сооружениями. Кроме того, уже запланировано строительство ливневой канализации в микрорайоне Урванцева. Ну и, конечно же, особое внимание в генеральном плане уделено развитию социальной сферы. И предусмотрены территории у нас под строительство школ, детских садов. Ну, кроме того, конечно же, планируется строительство и объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, ну и других вопросов, связанных с решением местного значения. У нас на этой неделе, кстати, в гостях была Ирина Рубцова, которая руководила управлением градостроительства и архитектуры. Тоже обсуждали генеральный план. И она сказала, что, в принципе, вот этот новый документ, он является в какой-то части правоприемником предыдущего. То есть там все основные направления стратегические все-таки сохраняются. Никаких супер каких-то радикальных перемен не предвидится. А еще был у нас накануне историк Краеведческого музея, это уже обсуждали историческое наследие, и прозвучала фраза интересная, что планы по развитию города примерно, ну вот тоже как посмотреть, плохо это или хорошо не меняются с послевоенных времен. То есть, может быть, это действительно логично, вот развитие на юг, на юго-запад, как выглядело тогда, так мы движемся и в ту сторону, и сейчас. Ну, действительно, какие-то корректировки, они и постоянно, мы с вами говорили, ежегодно там вносились в действующий генеральный план, но то, что существует преемственность, то есть никаких действительно, знаете, сначала шли в одну сторону, потом нет, давайте мы сделаем все по-другому, такого точно нет. Какие-то дополнения, но это нормально, да, то есть современные сейчас условия, они диктуют где-то по-другому посмотреть на дальнейшее развитие города, городских пространств, но в принципе, действительно, преемственность этих документов, она прослеживается. Про дорожное строительство уже говорили, в этом году у нас прям, ну, очень большой объем средств потрачен на дороги, и как, что этому способствовало. Ну, вы знаете, вот действительно, мы в этом году очень рано приступили к работам. Наученные по прошлому опыту. Это как раз вот позволило нам выполнить ремонт объема, все вот те, которые были запланированы изначально. У нас порядка миллиарда рублей было городу выделено в рамках национального проекта, но поскольку все показатели были целевые достигнуты, то городу нам еще выделили 340 миллионов рублей. То есть, действительно, объем средств достаточно большой, и мы в этом году сумели отремонтировать 67 километров. Согласитесь, это все-таки такая серьезная цифра. Ну и, наверное, что тоже немаловажно, мы уже достигли показателя 66%. Это нормативные требования к уличной дорожной сети. То есть, даже плановые показатели мы несколько идем с опережением в их реализации. А вот на следующий год сумма, по-моему, порядка 800 миллионов или чуть меньше. Ждем ли мы, что она в течение года вырастет? Ждем. Ждем. Да, если коротко, то скажу, ждем. Но, опять же, мы не просто ждем, а уже сейчас планируем подготовительную работу с тем, чтобы в ранние сроки зайти в реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». И как раз это позволит нам дополнительно ожидать вот еще средств. По грунтовым дорогам. Были даже некоторое время назад общественные слушания публичные. И я удивилась большому количеству людей, которые просят сделать какие-то участки дорог, просто и рассказывают душесчипательные истории о том, как живется без дорог. Вы знаете, вот мы когда два года назад начали активно с депутатами городской думы заниматься этим вопросом, вообще изучать, потому что, вы знаете, вообще любая выборная кампания, она как раз позволяет выявить, наверное, такие проблемные места. И тем более, когда речь идет о территориальном принципе, да, каждый депутат, это избирательный округ, то он каждый приходит со своими там наказами избирателей. И, соответственно, вот проанализировав все и обобщив, мы увидели, что у нас, в общем-то, серьезно грунтовыми дорогами никто до этого не занимался. Ну, не знаю, по какой причине, но, вы знаете, буквально с 2019 года мы это выделили как отдельное направление, поскольку у нас ни федеральные, ни региональные проекты, они нам не позволяют включить грунтовые дороги, скажем, в ремонт или там в реализацию, поэтому мы это реализуем за счет собственных муниципальных средств. В 2019 году мы привели в порядок 18 участков, в этом году, вот в 2020 году отремонтировали 11, и еще плюс дополнительно за счет тоже средств городского бюджета, но уже депутаты дополнительно включали по своим округам, точечно в рамках наказов избирателей. Вы знаете, ведь действительно, вот грунтовые дороги, это у нас в основном пригород, это те земли, где у нас проживают многодетные семьи, где они получили земельные участки. Конечно, наша задача, ну, создать условия, обеспечить инфраструктурой как раз вот эти территории, поэтому у нас в планах есть и в следующий период, там, и 2021 год, и 2022 год, целенаправленно направлять усилия по ремонту грунтовых дорог. А потом, вы знаете, у нас ведь и сами жители достаточно активно, предположим, мы даем вот асфальтогрануля, вот этот, который снимается, да. Ну, его дают бесплатно, там, предположим, жители какое-то тоже участие принимают, и финансовое, и там, организационное, но это позволяет вот совместными усилиями нам приводить их в порядок. И вот вы правильно подчеркнули, впервые в этом году мы провели публичное слушание по именно вот ремонту грунтовых дорог, поэтому у нас уже сформированы перечни не на один год, а на несколько лет. Много ли там участков? И люди об этом знают, что они, как бы, у них есть ожидания, что в 2021, в 2022 году, да, такие-то деревни, такие-то, значит, как бы, пригородные территории у нас будут ремонтироваться. Я не знаю, знаете вы или нет, но вообще у нас в городе Кирове 300 километров грунтовых дорог. Это много. Это, да. Это много. Если считать, что, по-моему, там 600, насколько я, как бы, помню, это вот в асфальто, ну, твердом асфальтном покрытии. Ну, понятно, город шире ведь тоже развивается, растет, плюс те деревни и пригород, который исторически входил в черту города Кирова. Поэтому у нас в этом направлении еще много, что нужно сделать. Ну, вот, с одной стороны, проблема, это, да, всегда плохо, с другой стороны, когда она приводит к тому, что люди объединяются и становятся инициативными, и сами что-то делают, понимают, что там это не так просто, но при этом вот какое-то объединение идет, это плюс из проблем, скажем так. Да, это неплохо, это неплохо, потому что, действительно, ведь и последующая эксплуатация этих дорог, она тоже в какой-то степени зависит от тех жителей, которые там проживают, ее сохранность. А когда люди в этом участвовали, то они контролируют. Да, будем надеяться, что мы не будем слушать больше историю о том, как бедные дети ходят пешком по полям и лесам, потому что автобус отказывается ездить в ту местность. Ну, это, как бы, немножко история не про город Киров, конечно, но, тем не менее, безусловно, там неправильно совсем, когда люди, дети добираются в школу пешком. Про школы и наказы депутатов поговорим через пару минут, сейчас уйдем на рекламу. Возвращаемся в студию. У нас сегодня в гостях глава города Кирова Елена Ковалева. Мы говорим про планы на следующий год и о том, что сделано в 2020-м. И к наказам избирателей и к школьникам вернемся. Тяжело, но находятся деньги на то, чтобы в школах детям было тепло. Не весь же год детям не ходить в школу, сидя дома из-за пандемии, и в детский сад тоже, да. Вот, нашли на ближайшие два года, как я понимаю, 100 миллионов рублей. Ну, вы знаете, в прошлом году, когда мы готовили бюджет на 2020 год, то для себя определили одним из приоритетов – это замена оконных конструкций и блоков в детских садах, в школах, в учреждениях дополнительного образования, потому что действительно к этой теме тоже давно не подходились, серьезно, и потребность, ну, так вот, примерно департамент образования нам сказал, потребность где-то 250 миллионов рублей. Понятно, что в раз найти такую сумму средств город не может, но мы для себя с депутатами поставили задачу, и в рамках средств, опять же, по наказам избирателей, максимально, так сказать, средства предусмотреть, и, кроме того, в проекте бюджета на 2020 год мы предусмотрели 50 миллионов рублей. То есть уже в этом году полномасштабно, я бы сказала так, начата эта работа. Кроме того, мы еще, формируя бюджет этого года, предусмотрели, что мы в 2021 году тоже 50 миллионов рублей предусматриваем на эти цели. Надо сказать, что уже торги по подрядным работам 2021 года уже проведены. То есть мы рассчитываем, что в начале года подрядчики смогут приступить к работам, и тем самым мы в 2021 году еще, так сказать, приблизим многие учебные наши заведения к решению вопроса о ветких окнах. И вот сейчас, формируя и принимая бюджет, мы также поставили задачу, и в 2022 году предусмотрели 50 миллионов рублей. Плюс к этим суммам у нас каждый депутат в своем округе, общаясь с директорами школ, детских садов, видя, что требуется еще дополнительно выделить средства, определяются по суммам. Что это за суммы? Это средства городского же бюджета, но они распределяются по 3 миллиона рублей на каждый избирательный округ. У нас их всего 18. Поэтому тут идет уже как раз точечная работа. Депутат и непосредственно вся социальная сфера, ну и вообще все заботы и проблемы, которые в этом округе есть. А вот некоторое время назад занимались какими-то спортивными площадками тоже с использованием средств на наказы избирателей. Сейчас вот окна и, как я понимаю, еще на грунтовой дороге. Вообще вот интересно, когда такой, скажем, проект, да, то есть не каждый депутат сам решает, куда он направляет деньги, а все там на какую-то сферу определенную. Есть понимание, что будет дальше? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что действительно вот когда депутаты 6-го созыва там собрались, и первый бюджет мы начали когда рассматривать, то мы решили, что мы не будем распылять те средства, которые даются на округа избирательные. Мы их сосредоточим на решении отдельных прям направлений. Это вопросы благоустройства. Поэтому туда попадают и грунтовые дороги, и вообще там какие-то спортивные площадки на общественных территориях. Депутаты как бы решают эти вопросы. И вот мы дополнили, расширили перечень как раз по замене ветхих окон. Буквально вот принимая бюджет, депутаты внесли предложение, что может быть нам расширить эту позицию не только сферой образования, но и сферой отрасли культуры, потому что тоже там есть куда, так скажем, приложить средства, требует и ремонта, и тоже замены окон. Поэтому мы, как бы, знаете, коллегиально принимаем вот такое решение, ну и, собственно говоря, дальше движемся. Вспомнила я свое время, когда я училась в школе. Когда было действительно холодно, мы сидели в шубах. Это было не военное время, это были всего лишь 90-е годы. И вот когда для тебя ты подросток, и учеба-то, ну, испытание, наказание, можно сказать, да. И еще дополнительно, когда холодно, это вообще, конечно... Да, конечно, вы правы. Мало удовольствия ходить в школу. Во-первых, конечно, во-первых, температурный режим в школах, он обязан быть нормативным. Но это же и безопасность, в том числе и школьников, и в детских садах, да, школьников. Дети будут меньше болеть, родители будут меньше находиться на больничном. То есть, знаете, все это взаимосвязано в жизни города. Поэтому, конечно, очень важно, и вопрос давно назрел. Говорим про деньги, давайте про бюджет. Бюджет, ну, вот для вас, как для финансиста, это расходы или доходы? Это и доходы, и расходы. Бюджет как раз он формируется за счет определенных источников для цели выполнения полномочий, которые возложены на тот или другой орган, скажем, власти. Поэтому мы, говоря о бюджете муниципальном, конечно, формируем доходную часть бюджета для того, чтобы реализовать наши полномочия, которые возложены на органы местного самоуправления. И надо сказать, что формируя бюджет в 2019 году, вот на этот год, 2020, мы его сбалансировать не смогли. И у нас разрыв между доходами и расходами образовался в размере 500 миллионов рублей. Ну, так грубо. Вот, это большая достаточно сумма. И, конечно, сразу же была поставлена задача составить план мероприятий для того, чтобы этот бюджет уж если не ликвидировать, и, прошу прощения, дефицит не ликвидировать, то максимально его сократить. То есть реальные источники привлечь для дефицита, а не кредиты банков. Пандемия, конечно, вынесла свои коррективы не самые хорошие, но, тем не менее, вот вы знаете, несмотря на всю сложность ситуации, нам удалось снизить дефицит до 194 миллионов рублей. В этом году это хороший такой вот результат. Конечно же, у нас в связи, опять же, с пандемией, когда не работала экономика, мы понимали, что у нас будут выпадающие доходы, и мы говорили о том, что где-то порядка 500 миллионов рублей мы недособерем в местный бюджет. Ну, как бы у нас выпадающие доходы сложились меньше, но я не могу не сказать, что, конечно же, мы вот такой результат получили благодаря помощи из федерального бюджета, который был выделен субъекту, а область выделила нам на компенсацию вот этих вот выпадающих доходов. То есть мы получили в виде дотации более 560 миллионов рублей. То есть для города это серьезные суммы, и потерь бюджета в целом мы теперь уже точно не ожидаем. И все принятые расходные обязательства, что, наверное, самое главное, да, они будут выполнены, не будет никакой просроченной кредиторской задолженности. То есть в 2021, прошу прощения, год мы входим без, знаете, каких-то вот долгов, которые будут нас тянуть назад, что, на мой взгляд, крайне важно. А если вот говорить об ожиданиях полумиллиарда рублей недополученных доходов, это был какой-то пессимистичный прогноз или нам как-то повезло в течение года, и он не оправдался, и появились какие-то вот источники? Ну, вы знаете, конечно, прогноз, он и есть прогноз. То есть прогноз делался весной, когда вот все встал, да, то есть никто не знал, как долго эта ситуация продлится. И, собственно говоря, наверное, и до последнего, там, и предпринимателей, и экономики там. Да, она и сейчас длится, да. Я хочу сказать, что каждый раз мы ориентируемся на эпидемиологическую ситуацию, и в случае там ухудшения мы видим даже это в других странах, там, в других регионах могут быть ужесточающие какие-то меры. Но вот мы слышали губернатора нашего Кернгской области, Игорь Владимирович сказал, что мы не планируем ужесточения для бизнеса, и, наверное, правильно, все зависит от нас еще, о том, как мы соблюдаем те ограничения, которые нам вот сегодня приходится переживать. Но остановка бизнеса, я думаю, что это уже, ну, самый крайний шаг, на который там мы должны идти. А на чем больше всего бюджет потерял вот в это время? Ну, вы знаете, конечно, если об этом говорить, то, ну, недопоступили и налоговые доходы, там, налог на доходы физических лиц. Вот, но у нас, вы знаете, мы по неналоговым доходам принимали даже сами решения, но это уже направлено на поддержку и оказание мер поддержки индивидуальным предпринимателям, малому бизнесу. В данном случае мы чем могли помочь? Это, конечно, освободить от арендной платы. Те субъекты малого предпринимательства, которые арендуют у нас вот эти вот помещения. В первую очередь мы рассматривали те отрасли экономики, которые считались наиболее пострадавшими от введения вот как раз тех ограничений. Но позже по предложениям депутатов от арендной платы также были освобождены социально ориентированные общественные организации и частные дошкольные учреждения. Ну вот с августа вернулись, да, как я помню? Ну, у нас, кроме того, было предоставлено право на отсрочку по арендным платежам. То есть, например, за апрель, май, июнь текущего года была возможность снести эти платежи в более поздний срок. Кроме того, дата начисления пени там, да, за неуплату за второй квартал по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества была перенесена на 1 октября. Ну вот если говорить так вот результативно, то различными мерами поддержки у нас воспользовалось 125 предпринимателей. Из них 24 – это некоммерческие организации. Ну, где-то вот мы так вот сумму понимаем, где-то порядка 500 миллионов рублей, то, что нам удалось какую-то помощь оказать вот нашим арендаторам. Не взять с них денег, да? Ну вот путем как раз, да, вот тех мер, о которых я сейчас вот говорила. Но вот, как я понимаю, все-таки ситуация сложная настолько, что на одном из последних заседаний было принято решение, например, кинотеатр «Дружба» вообще арендную плату отменить. Ну, мы на год им дали возможность безвозмездно использовать имущество. Вы знаете, мы каждый год рассматриваем обращения по безвозмездной передаче муниципального имущества некоммерческим организациям и всегда поддерживаем, ну вот, конечно, социально-культурную сферу. То есть это такой все равно хоть и бизнес, но это бизнес социальный. И даже вот к нам обращаются федерации разные по предоставлению безвозмездное пользование имущества для целей как раз развития спорта, федерации. Но мы, в свою очередь, тоже ставим вот такие условия, чтобы если арендная плата в бюджет не поступает муниципальной, то в соглашении прописывались бы некие услуги, например, для незащищенных слоев населения. Вот как вот привели пример памятник кинотеатру «Дружба», было рекомендовано как раз предусмотреть возможность леготирования для семей многодетных, то есть с тем, чтобы, если уж бюджет не поступает, то пусть эти, так сказать, некоммерческие организации оказывают непосредственно населению какие-то услуги более льготные. Ну вот смотрите, вы когда эту тему обсуждали, звучало мнение, что еще другие придут арендаторы городские с той же самой просьбой. Пришли ли там, есть ли список, очередь с просьбой на отмену платы хотя бы временно? Ну, вы знаете, пока не пришли, придут, будем рассматривать. Всегда депутаты рассматривают достаточно подробно эти вопросы. Стараемся принимать объективное именно решение и помогать тем, кто стремится работать, развиваться в нашем городе. Конечно, все, скажем, пожелания удовлетворить мы не можем, потому что это доходный источник местного бюджета. Но, еще раз говорю, все, кто обращаются, мы очень внимательно рассматриваем и где-то принимаем положительные решения, но где-то отказываем, опять же, аргументировав этот отказ. А вот смотрите, некоторое время назад была введена такая норма, что в бюджет Кирова можно перечислять людям... Безвозмездные перечисления? Да, безвозмездные перечисления. Она и сейчас действует такая сумма. Много ли желающих помочь городу просто сверх своих налогов? Ну, вы знаете, скорее, это такие точечные вливания. На свои собственные какие-то интересы, чтобы через бюджет это прошло? Не то, чтобы на свои собственные интересы, но если, предположим, какая-то инициативная группа или предприятие желает, например, для жителей, которые компактно проживают в этом микрорайоне, оказать какую-то через бюджет дополнительную помощь для реализации конкретного проекта, а именно положение это и предполагало, такую некую увязку целевую между безвозмездными перечислениями и целями, куда они будут направляться, то мы с огромным удовольствием это всегда поддерживаем, и поэтому это не только бизнес, это и просто активные горожане. А с пандемией стало их больше или меньше? Ну вот, вы знаете, я хочу сказать, с одной стороны, конечно, экономическая ситуация, там она ухудшилась, что уж тут говорить, но в то же время вот этот период пандемии, он выявил такое количество неравнодушных людей, не только волонтеры оказывали помощь, это и коммерческие предприятия, и деньгами, и продуктовыми наборами, вы знаете, поэтому вот как-то вот в это непростое время мы объединились и можем помогать ближнему, тем, кто в этом нуждается, я считаю, это большая заслуга. Может быть, какие-то там более серьезные проекты меньше в степени стали как бы финансировать за счет бизнеса, опять же, учитывая там проблемы, но я еще раз говорю, там ситуация меняется, и, наверное, всегда бывает делать нужно приоритет, поэтому в этом году, я считаю, приоритет был это вот оказать благотворительную помощь тем людям, кто в этом нуждается. Ну, вот действительно, часто ругают СМИ за то, что у нас мало хороших новостей, и мы знаем, что аудитория любит нехорошие новости, на самом деле, потому что даже на каком-то эволюционном уровне это сведения о том, что опасно, важны для выживания. Но очень приятно всегда, конечно, нам было рассказывать в этом году, и надеюсь, что мы продолжим про поддержку, которую оказывают люди просто от чистого сердца, там выделяют деньги на проезд врачам, выделяют деньги на топливо, ну, кто чем может, тем помогает. Кто чем может, да, вот я говорю, мы все объединились, и вот это очень приятно, знаете, какая-то вот сплоченность, наверное, а потом, я думаю, этот год как раз показал, что мы готовы к любым вызовам. А чему вот научились, кроме того, чтобы объединяться и жить в ситуации, когда все непонятно и неизвестно, что будет дальше, и очень сложно прогнозировать вообще обстановку? Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот несмотря на все сложности, город работал в штатном режиме. Мы реализовали все проекты, которые были запланированы. Депутаты работали ежемесячно, вы знаете, мы очень активно обсуждаем вопросы городские и на комиссиях, и непосредственно на заседаниях Думы. Поэтому вот эта вот работа, она не была, скажем, как-то остановлена. Она продолжалась, и были сложности, да, но мы их преодолели, и, собственно говоря, вот результаты года, наверное, об этом и свидетельствуют. А вот продолжение работы в таком режиме требует ли от депутатов, от чиновников, ну, вот лично от вас какое-то преодоление страхов, что ли? Ну, потому что любой выход куда-то в люди и еще что-то вы проводите, посещаете мероприятия, очень много, это постоянные контакты с людьми, это прием граждан, не всегда онлайн. Но, тем не менее, мы стали больше использовать как раз форматов вот заочного общения. Мы не приостановили общение с избирателями. Я вот сейчас уже провожу прием граждан, используя современные технические средства и видеосвязи, и по телефону, если у жителей, предположим, нет возможности выйти на видеосвязь. Вы знаете, я вижу, что для людей это тоже как бы воспринимается нормально, вот те ограничения, которые есть, то есть не обязательно прийти, посидеть в очереди, попасть на прием, то есть гораздо даже эффективнее свое время они тратят, то есть из дома или с рабочего места набрали, мы по телефону обсудили, вот вчера буквально у меня был прием, мы достаточно подробно обсудили, вот, и люди остались довольны. То есть какого-то, знаете, вакуума в общении с людьми не стало. Конечно, это всегда сложно. Наверное, плохо то, что у нас стало меньше культурно-массовых мероприятий, да, мы не можем действительно там где-то лишний раз людей собрать. А потом вот мы с вами уже начинали сегодня разговор о том, что и спортивные мероприятия, да, ведь вот спортсмен, он должен состязаться, чтобы показывать свои результаты. Сейчас везде ограничения, конечно, вот это все неприятно, но я очень верю, что в ближайшем будущем мы войдем в нормальный режим работы. А пока что мы сделали очень большой шажок в 21 век, в цифровую эпоху, ну, под давлением. Ну, сделали. Ну, вот, да, получается, что, возможно, такие инструменты, которые мы сегодня используем, они были бы, может быть, и не востребованы, не вот эта вот сложная эпидемиологическая ситуация. Еще один вопрос о пандемии, уже будем коротко. Я не могу не спросить про 23 миллиона рублей на театральную площадь, тем более, что буквально вот тоже в декабре 15 миллионов из тех, что на уличном освещении сэкономили, пустили в счет оплаты этого контракта. Кажется, что, ну, можно было бы лучше распределиться этими деньгами или искать деньги на театралку как-то по-другому. Вот у вас какая позиция в этом вопросе? Ну, вы знаете, когда началось широкое обсуждение вот этой темы, многие кировчане, в том числе и, конечно, ваши коллеги, высказывались в том ключе, что праздник нужен. И действительно, скажем, те сегодня, которые уже завершены, скажем, украшения города, я считаю, они показывают результат. Но свет тоже нужен. Я сегодня утром как раз была на театральной площади, люди уже с огромным удовольствием фотографируются. То есть все-таки радость определенная, которая принесена вот этим вот украшением города, она, так сказать, у людей присутствует. Тем более у нас впереди зимние каникулы, и даже Роспотребнадзор, Анна Попова рекомендует больше находиться на улице, безусловно, там не создавать толпу, соблюдать дистанцию, но она сама рекомендует катки, лыжня. Сегодня мы создали несколько таких зон отдыха. Ну, а театральная площадь – это наша центральная площадь, поэтому, конечно, большая часть суммы была пострачена на нее. Ну, вот смотрите, на освещение, допустим, на уличное, дополнительными поправками в бюджет 4 миллиона были выцарапаны. И, ну, кажется, что это совсем несовместимые цифры. 23 миллиона нам прослужат в месяц, а 4 миллиона – это нам на перспективу. Ну, давайте так. Во-первых, те световые, светодиодные конструкции, которые сейчас используются, они ведь и в следующие периоды будут использоваться. То есть они никуда не, так сказать, не исчезают. Это первое. Второе. Если уж говорить о тех 15 миллионов, которые эта экономия сложилась за счет именно оплаты за потребленные энергоресурсы, а не за счет того, что мы остановили работы. Будем тогда завершать. Наше время подходит к концу. Наверное, сможем еще пару слов, Елена Васильевна, к Новому году. Конечно, конечно же. Хочется пожелать всем не терять оптимизма, веры в будущее, поддерживать своих близких, особенно старшие поколения, проявлять больше внимания и заботы к окружающим. Ведь иногда достаточно просто улыбки и доброго слова, чтобы человек почувствовал, что он не одинок и он важен. Поэтому я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Будьте здоровы, берегите себя. Да, пожелания здоровья в этом году из традиционных и, не знаю, банальных превращаются в самые важные, самые актуальные и правильные. Эфир провела Ольга Болезина. Мы работали в прямом эфире на 101.фм. И в гостях у нас была глава города и председатель Кировской городской думы Елена Ковалева. Спасибо. Итоги года.